Всем доброго времени суток! Это канал мой Сергей Откаченко. Рад вас здесь приветствовать. И сегодня у нас такая рубрика письма от подписчиков. И зачитаем первое письмо. Что у нас там пишут? Пишет нам Андрей. Ух, вопрос, конечно, просто... Что делать, когда выпил протеин? Протеин тебя сам качает. Когда выпил протеин, надо бегать или еще что-нибудь делать. Походу, Андрей какой-то может быть не нашей национальности. В общем, как-то пишет нам так странно. Ну, во-первых, протеин не качает. Протеин это всего лишь пищевая добавка. Протеин надо употреблять. Соответственно, как это, значит, пищевая добавка. То есть, добавка к питанию вашему, да, к основному. Если у вас не хватает в рационе белка, вы употребляйте протеин. Вот. Когда его нужно принимать? Ну, вообще его нужно принимать постоянно. Потому что у некоторых людей в рационе белка очень мало. Постоянная нехватка идет. И чтобы не было у вас проблем там с холестерином, с ожирением и прочими вещами. Вот. Кстати, нужно хотя бы минимальную активность соблюдать. Как-нибудь двигаться. Прогулки, пробежки, неважно. Хоть что-нибудь, чтобы метаболизм повышать. Ну и, соответственно, принимать протеин. Потому что он, это строительный материал для нашего тела. Чтобы наши клетки обновлялись. Чтобы мы не болели этим самым холестерином. Ну, как болели. Он повышается, когда у нас низкий уровень физической активности. И мало белка в рационе. Уровень холестерина растет. И там есть два типа холестерина. Есть плохой, есть хороший. Хороший холестерин состоит преимущественно из белка. А плохой холестерин, наоборот, больше содержит жира и меньше белка. Поэтому плохой холестерин прилипает из-за своей жирной основы к стенкам наших сосудов. И образовывается атеросклероз. Чтобы этого не происходило, нужно употреблять протеин. Потому что он создает прочную оболочку. И благодаря этому частица вот этого жира, да, холестерина, может свободно путешествовать по нашим сосудам. По нашим кровеносным, значит, по нашим венам. Вот. И попадать туда, куда надо. А не прилипать на стенках сосудов. Так что протеин, протеин вещь хорошая. Вот. Как употреблять протеин? Ну, принимать его стоит утром после еды 30 граммов. И после тренировки. Это что касается на удержание массы. И если занимаетесь на сушку, допустим, да. Потом, если вы занимаетесь на массу, то его стоит употреблять уже в промежутках между едой. По 30 грамм также. Ну, и также можно принимать утром после еды. Это как добавка к вашему уже не просто там, допустим, к общему рациона белка добавлять. А калорийность рациона, к общему, больше его принимать. А вообще для этих целей, для массы больше подойдет этот самый. Гейн. Вот. Он как-то поэффективнее будет. Так, следующий, значит, вопрос у нас. Пишет нам тоже Андрей. Тезка этого, не нашинского Андрея. Итак, пишет он вот что. После упражнения подъем штанги к подбородку, обратным хватом. Несколько месяцев не проходит боль в локтях. Снаружи локтя. И плечи лучевой кости. Так, калорий, мельгаму, деклофенак, нейромедин, мазал-делабене, вольтерен, ходил на электрофорез и ультразвук. Скажите, что делать дальше? Взял несколько месяцев не хожу. В данном случае поможет только отдых, потому что это может быть бурсит или этот, как его? Господи, из головы вылетела. Бурсит. А, эпикандилит. Вот. Это воспаление суставов и сухожилий. Работать, значит, в зале, да и вообще какую-то физическую активность на руки проявлять нельзя вообще. То есть, тупо отдых, вообще не тренируешься. Ничего, даже, допустим, в магазин, когда скупляться, пожрать идешь, старайся набирать поменьше, чтобы не нагружать свои руки. И, соответственно, ничего не таскать, как бы в быту. То есть, полный отдых. Мази и всякие деклофенаки, они вам не помогут. Дело в том, что деклофенак, он как бы, ну, это мазь, да, есть там, вот, но есть еще и в таблетках. Он помогает только, пока ты его пьешь, то есть, он обезболивает. А нам обезболивать не нужно, нам лечиться надо. Поэтому нам надо употреблять хондропротекторы. Для этого, кстати, подойдет хондроитин с глюкозамином. И есть еще такой неплохой препарат, алфлутоп называется. Слушайте внимательно. Алфлутоп. Это инъекционный препарат, вот, это вытяжка, если я не ошибаюсь, не помню, по-моему, из какого-то, то ли из трески, короче, из рыбы его делают, в общем. Хорошая штука, я сам пробовал и действительно помогло, хотя много читал в интернете, всякие там отзывы писали негативно, что типа не помогает, фигня, ерунда, все. Ну, я что думаю, там, читать их, значит, возьму, сам попробую. Попробовал, 10 штук проколол и действительно помогло. Вот. Ну и плюс, как бы, отдых тоже помог, потому что все зависит, кстати, от степени поражения наших суставов и связок. Вот. Чем оно больше, тем дольше отдыхать привезу, потому что у меня отдых был вообще 7 месяцев. Очень тяжело восстанавливался, болел очень сильно плечом, у меня было травмировано, и у меня болели локти. И потом, конечно, воспаление, вот это все, воспалительные процессы ударило и по другим суставам. Колени начали ныть, в общем, все суставы у меня бобовые. И помог только отдых и вот этот вот алкуток. И сейчас у меня ничего не болит. Все нормально, опять занимаюсь, таскаю большие веса и, собственно, вообще никаких дискомфортов или проблем не испытываю. Поэтому, когда у вас воспаляются суставы и связки, отдыхайте. Ни в коем случае себя не нагружайте, это запрещено. Так, следующий вопрос у нас пишет Дамир. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, может быть, если при наборе массы в начале недели весит 74 килограмма, кушал абсолютно все без разбора, все подряд, а через дня 3-4 ты весит уже 73 килограмма простых. Углей нет и так далее. Может быть, эти 1,5-2 килограмма были некрепким фундаментом. Они и вправду были некрепким фундаментом, а если быть точным, это были какашки. То есть, за 3-4 дня масса не перерастет. Для того, чтобы был прирост массы, для этого нужно как минимум месяц. И для того, чтобы масса хорошо росла, нужно очень много кушек. Я уже снимал на кем-ролик когда-то, можете на канале посмотреть. Жрать надо как не в себя. Поэтому 3-4 дня это очень мало. И как бы от 1 до 2 килограмм это как бы допустимый параметр, когда при обычном питании человек кушает, да, он вот так скачет вес. То есть, балласт зашел, балласт вышел. Собственно, это нормальный явление. Вот если бы он сказал, ну или написал, что 5 килограмм он там потерял, ну это уже другое, а всегда можно было бы задуматься о своем здоровье. Может что-то не так. Вот. Поэтому, ерундовый вопрос. Так, что там у нас пишут? Опять протеин. Хорошо. 20 граммов холестерина в протеине. Это нормально? Можете посоветовать через сколько времени этот протеин? 20 граммов холестерина в протеине? Какой холестерин в протеине? Ой. В протеине нет холестерина. Холестерин здесь только в жире. То есть, жирной пищи холестерина. А в протеине холестерина нема. Как он туда попал у человека, для меня загадка. Может вообще не знаю, где он его там нашел, самый холестерин. Потому что нет его там этого холестерина. Глупейший вопрос, в общем-то. На который последовал аналогичный ответ. Вот такие вот у нас на сегодня были вопросы от подписчиков. Вот. Ну и, кстати, говоря сегодня, я там посмотрел ролик с переводом спортфазы от Сити Флетчера. Мужик там у нас, значит, страдает. Снял такое слезное-слезное видео. Завет, послание там что-то он там рассказывал. Ну, я как бы ничего не имею против. Как бы жалко мужика. Вот. С сердцем у него проблемы. Я не знаю, ему там пересадили, сердца или еще нет. В общем, не важно. Ну, что тут сказать. Нормальный мужик, всех мотивирует. Но такое дело происходит. Как бы это естественный ход событий. Это рано или поздно произойдет со всеми. Вечно жить никто не будет. Вот. И все у нас, главное, верующие, все веруют в Бога, в вечную жизнь после смерти, в рай, в это самое. А умирать никто не хочет. Как шизофреники какие-то. Это естественно, это нормально. То есть, всему свое время. Дело в том, что природа после определенного возраста списывает человека с гарантией, и у него начинаются всякие проблемы со здоровой масте, хондрозы, артриты, там бурситы всякие, потом что там у него еще, атеросклерозы начинаются, в общем, куча всяких болячек, набор весь. Вот. Такая вот природа жестокая. И это как бы естественно, от этого никуда не деться. Кем бы ты ни был, чем бы ты ни занимался, что бы ты ни делал, как бы ты ни питался, что бы ни принимал, рано или поздно, как сказал Сити Флэчер, в один момент и все. И все это у тебя природа отберет. И как бы ты рано или поздно придется отбрасывать. Это просто на нашем веку, к сожалению, это пока неизбежно. Может быть в будущем там когда-нибудь люди научатся продлевать себе жизнь и будут жить тысячи лет. Вот. Даст Бог генная инженерия и значит наука в этом вопросе продвинутся, потому что ученые уже исследуют эти вопросы, они исследуют животных долгожителей. Вот. Кстати, есть, допустим, этот самый, там по-моему, японский карп 300 лет живет, кит около 400 лет живет, если не ошибаюсь. Кто еще? Есть еще такое животное, голый земляков. Это грызун. Маленькая пиндюрка вообще вот такая. Вот он абсолютно голый, то есть шерсти у него нету. И он слепой, ну, соответственно, из-за звания. Голый земляков, надо так и назвать. Вот. И эта зараза, значит, живет гораздо дольше всех видов грызунов. Он живет целых 30 лет. И плюс ко всему у него еще очень сильный иммунитет, он вообще ничем не болеет. То есть. И есть еще, кстати, медуза такая. Не помню, как она называется, но она очень маленькая, там, размером вообще с ноготов. Вот. Так эта медуза, она вообще бессмертная. То есть она не умирает. У нее есть такая особенность интересная, что когда жрачки там в ее среде нету, она превращается в полип. То есть присасывается к какому-то камешку и в таком состоянии вот живет. А потом, когда жрачка возвращается, она обратно превращается в медузу. То есть она может туда-сюда обратно так превращаться постоянно и тупо не умирает. Один ученый там какой-то проводил опыт, значит, исследовал, сколько же они живут. В общем, терпения у него не хватило. Там хрен на сколько лет, короче, они у него в аквариуме сидели и ни одна зараза не умерла. Вот. И он их периодически так то голодом морил, то обратно еду давал. Они то в полипы, то обратно в медузы превращались. Вот такие, короче. За физные цирка лет ни одна медуза не умерла. Из чего он сделал вывод, что медузы, они эти бессмертные, в общем-то. И что, собственно, интересно, когда он проводил там исследование, то есть разрезал их, там что-то делал, короче, какие-то опыты еще. Вот. Он обнаружил, что они вообще не стареют, эти медузы. Вот такая вот природа несправедливая зараза. То есть каким-то там, блин, медузам она бессмертие подарила другим животным, сильный иммунитет, да, долгую жизнь. А человеку, блин, кучу всяких полячек накидал. Так что я за это, за контролируемую эволюцию. Надо за этим вопросом следить и на самотек его ни в коем случае не пускать, потому что эволюция, она как может дать преимущество, так может не дать ничего в лучшем случае. А в худшем случае может забрать то, что есть и накидать кучу всякой заразы, от которой потом не избавиться. Так что эволюция такая дело очень непредсказуемое. Невозможно представить себе вообще, куда эволюция завели человек и в кого он потом превратится. Может мы вообще там в жабки каких-то превратимся или еще что-нибудь, я не знаю, или как в фильмах показывают их инопланетян, головастиков маленьких. Может в этих превратимся, будем размножаться в каких-то лабораториях, потому что естественным способом мы там как-то деградировали, у нас там половые органы изменились там туда-сюда. Ну или сами будем контролировать свою эволюцию, выглядеть как есть, но улучшать себя, становиться более сильными, более живучими, жить тысячи лет. Ну и можем также размножаться в лабораториях, выращивать себя уже готовых людей, как матрица, допустим, в инкубаторе. А что, неплохой вариант, да? Уже как бы взрослый, спелый организм родился. Тебе сразу в голову закачали информацию, обучили всему, что надо за полчаса и, в общем-то, уже готов к покорению новых, что есть, не новых, а, как бы это выразиться, покорение мира, или отправлять, допустим, этих людей куда-нибудь, колонизировать другие планеты, на Марс, там, короче. Ну это я уже, в общем, отдаётся от темы. Вот сегодня у нас были вот такие вот вопросики. Сейчас у меня времени потриндеть нет, вот сейчас запишу видео, может, отмонтирую что-нибудь и поеду по делам. Вот такие вот делички у нас были. Так что, пишем комментарии, спрашиваем, советуемся, если что-то, мы отвечу обязательно. Вот, смотрите, там видео есть интересное, на сайт ко мне заходите, там тоже много интересных статей. В общем, подписываемся на канал, мне это очень поможет. Ставим лайки и, в общем, всем пока. До скорой встречи, ребятки.